Большинство детей в России рождаются в браке, однако и доля внебрачных зачатий растет. Такой вывод сделали эксперты Высшей школы экономики. Так, количество беременностей женщин без официального оформления отношений с 1960 года увеличилось с 11% до 30%. Тенденция объясняется изменением устоев общества. Так, до 60-х годов прошлого века добрачная беременность и брак, заключенный из-за нее, считались нежелательными. Однако, по мере того, как в развитых странах, а затем и в России, сожительство становилось нормой, увеличивалась и доля детей, рожденных в таких союзах. Сегодня мы решили спросить у кировчан, дети должны появляться в браке или нет. И в нашей группе «Девятка ТВ Киров» был размещен опрос, озвучу самые популярные ответы. 33% респондентов считают, что дети должны появляться только в браке, 24% нейтрально относятся к этой теме, им все равно. И 21% уверены, можно воспитывать ребенка, и одному это нормально. Другие ответы в рубрике «Мобильный журналист». Конечно, в идеале, наверное, в официальном браке рожать. Почему? По науке. Не знаю. Для ребенка будет проще, все-таки у него всегда будет семья. Если есть любовь, дети должны появляться. И не важно где. В браке, не в браке. Ну, все зависит же от желания каждого. Наверное, все-таки в браке. Почему? Ну, сначала формируется брак между людьми, которые уже осознанно все решили для себя, а потом уже и детей заводить. Я считаю, что ребенок должен рождаться в браке, чтобы у него была полноценная семья, и мама, и папа, любящие родители. Да, я тоже в этом отношении больше склоняюсь к бракам, потому что, ну да, ребенок — это следствие уже взаимопонимания, в любви между мужчиной и женщиной. И ребенок уже как следствие всего вот этого, да. Ну, как получится. Что теперь? Бер. О, я тебя беру. Продолжение следует...